Где ты? Ну хорошо, так и быть. Поиграем в прятки. О нет, она могла это услышать. И возможно идёт сюда. Куда же спрятаться? Это ты там шумишь наверху? Я найду тебя. Ага, уронил мою любимую вазу. Если бы она разбилась, не дай боже. Я знаю, ты в этой комнате. Выходи, а то худо будет. Ага, он тут-то. Попался? Нет никого. Ладно, поищем в другом месте. Ну куда тут ещё можно было спрятаться? Конечно же под кровать. Вот и настал конец пряткам. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ты ещё не поел? Уже целый час тут сидишь. Бабушка, это невозможно есть. Это невкусно. Меня друг во дворе ждёт. Я лучше пойду. Стоять! Не встанешь из-за стола, пока не съешь всё. Встану. Что? Что ты сказал? Ничего. То-то же. Убегу. Что ты сказал? А ну повтори. Ничего. Кушай давай. Убегу от тебя. Что? Убежишь? Я всё слышала, что ты там себе под нос бурчал. Я сейчас закрою входную дверь, и ты никуда не выйдешь. Покуда тарелка не станет пустой. Вот так-то. В этом доме створки окон не открываются. Так что не сбежит теперь. Нужно положить куда-то молоток, чтобы он не нашёл. Ключи оставлю у себя. Ну вот и всё. Пойду проверю, как он там. А вот непослушный мальчишка. Я же сказала ему не вставать, пока не съест. Ну, держись. Я найду тебя и накажу. Значит, любишь протирать пол под кроватью. Сейчас я тебя оттуда дубинкой выковырю. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Радикулит проклятый. Ладно. Я до тебя ещё доберусь. Пойду приму тёплую ванную, чтобы снять боль. Пронесло. Опять она за своё взялась. Чуть что двери заколачивает. Нужно найти молоток, чтобы снять доску. И ключи от замков. Молоток-то я знаю, где она всегда прячет. Под лестницей. А вот ключи, скорее всего, она с собой забрала. Можно поискать в ванной, пока она там купается. Старость, не радость. Здоровье не к чёрту. Уже песок из меня сыпется. А чего тёплой воде просто так пропадать? Помоюсь заодно. Так. Намылю подмышечки, чтобы пахло приятно. Попу. Попу тоже не мешало бы помыть. Отлично. Ключи тут. Как я и думал. Ну вот и всё. Свобода. Откройте. Это почта. Срочное письмо. Вот чёрт. Не вовремя. Может, пока по-тихому вернуть ключи, чтобы она не заметила, что я стащил их. Минуточку, минуточку. Я уже спускаюсь. Поздно. Придётся спрятаться. Это, наверное, его друг. Который ждёт во дворе. Сейчас я его прогоню. Кто там? Откройте. Эта почта принесли горящую путёвку в дом отдыха. А чего она горит? Вы её лучше потушите. Это так говорится, горящая. Когда предложение на тур длится малое количество дней. Но открывайте же скорее, у меня нет времени. Мой рабочий день уже закончился. Я хочу ещё футбол сегодня посмотреть. Ой, минуточку. Простите за задержку. Я тут двери немножко заперла. Так, молоток тут. Никто никогда его не найдёт в этом секретном месте. Ну, скоро вы там. Я опаздываю. Матч уже вот-вот начнётся. Секундочку, голубчик. Всего секундочку, мой золотой. Опа. А где же ключи делись? Ой, я же их в шкафчик повесила. Не уходите, любезнейший. Я сейчас. Ну, что же вы со мной делаете? Нету. Но я точно помню, что их тут повесило. Балди, негодный мальчишка. Выходи. Выходи, подлый трус. Отдай ключи. Я всё прощу. Балди, отдай бабушке ключи. Я на футбол спешу. Умоляю тебя. Глупо получилось. Ладно, придётся вернуть. Бабуля, извини. Ты меня не накажешь. Твоё счастье, что человек торопится. Ну, скоро вы там. Уже открываю, милый. Не уходи. Один момент. Из-за вас я сейчас опоздаю. Вот, держите. Я побежал. А что? Нельзя было под дверь сунуть. Дубина тыста иросовая. Кто так сказал, так сам и называется. Сам такой. Так, посмотрим. Горящий тур. Незабываемый отдых на острове. Всё включено. Стоимость приятно вас удивит. Платите только за жильё. Всё остальное получите бесплатно. Хм, заманчиво. Акционное предложение действует три дня. Получается, если я откажусь сейчас, то потом уже не будет так дёшево. Надо ехать. Ну, что мне делать с Балди? Ведь не могу я его с собой взять. Путёвка-то на одного. А оставить его тут на мою сестру тоже не могу. Он и так отбился от рук. Кашу не ест. А она его со своими сладостями совсем испортит. Придумала. Балди, где ты? Балдюшенька, иди сюда. У меня для тебя есть приятная новость. Балдюша, ну выходи, дорогой. Я не буду тебя наказывать. И прощаю тебе все твои проделки. У меня хорошая новость. Мы едем с тобой в дом отдыха. Правда? Здорово. Извини, бабушка, за то, что я себя плохо вёл. Я больше не буду убегать. Вот и хорошо. А теперь полезай в этот чемодан. Ты поедешь в нём. Как это? Я так не хочу. Куда ты денешься? Нет. Тебе не скрыться от меня. Ой. Так. Корвалу взяла. Валидол взяла. Запасные панталоны взяла. Биту взяла. Можно ехать. Выпустите меня отсюда. Тише, тише. Успокойся. Ничего страшного. Покатаешься немного. Добрый день. Вам помочь? Нет-нет. Я сама. Но я же вижу, что чемодан тяжёлый. Может, я всё-таки помогу? Я сказала нет. Сама дотащу. Мне полезно размять свои косточки. Понимаю. Выпустите меня отсюда. Что вы сказали? Я... Я говорю, выпустите меня отсюда. Уехать хочу поскорее. Понимаю, понимаю. В такой дыре волком завыть можно. Кстати, куда едем? А твоё какое дело? Как это какое? Я же таксист, и вы меня вызвали. Должен же я знать, куда путь держать. И вправду. Мне нужно в аэропорт. Трогай. Право же мне неловко, сударыня. Что тут неловкого? Трогай давай. Ну хорошо, как скажете. Да не меня, болван, трогать нужно. Езжай, говорю. Простите, пожалуйста, простите. Я не так понял. Уважаемые пассажиры рейсов, летающего в Лондон. Прекратите корчить рожи пассажирам в Саранск. Внимание, объявляется посадка на рейс в Париж. Бабушка, а вы куда летите, если не секрет? Я лечу отдыхать, милок. Получила путёвку в дом отдыха. На острый и всё включено. Почти задаром. Правда? Вот бы и мне так. Почти задаром. Становись пенсионером. Может и тебе дадут такую. Выпустите меня отсюда, помогите. А у вас кто-то в чемодане кричит? Не может быть. А вам, наверное, показалось. Да нет же, я точно слышал. Вот-вот. Смотрите, чемодан шевелится. Показалось, милок. Выпустите меня отсюда. Ага, вот опять. Мальчик кричит. Я лучше пойду, позову на помощь. Попробуешь рот разденуть. Убью. Главное, ни во что не вмешиваться. Я вас правильно понял? А я просто хотел помочь. Может тяжело. Не надо помогать. Ну, я пойду. Стоять. Не вздумай вызвать полицию. Ну что вы, я просто хотел помочь и отнести этого мальчика. Смотри мне. Если что, я тебя из-под земли достану. Вот тяна. А ведь просто хотел поболтать. Вот мы и прибыли. А что вы забыли на этом острове, бабуля? Мне прислали путевку в дом отдыха. Все включено. И по смешной цене. Так сказать, для льготников. Даже и не знаю, что вам сказать на это. Не лучшее место для отдыха вы выбрали. Может лучше отвезти вас обратно, пока не поздно. Я через пару минут отчаливаю. Так как отсюда пассажиров, как правило, не бывает. Вы что, с ума сошли? Я так долго добиралась сюда. На такси, на самолете, на катере. И теперь повернуть назад, когда я уже почти у цели. Я так просто не сдаюсь. В крайнем случае, если мне не понравится, я всегда смогу вернуться. Ну, с этим у вас могут возникнуть сложности. Катер сюда приходит раз в неделю. Почему же так редко? Дело в том, что сюда обычно никто не приезжает. На острове живет совсем небольшая группа людей. У них тут своя община. Даже есть доктор и священник. Вот им-то мы доставляем кое-какие припасы раз в неделю. Ладно. Я все равно должна туда попасть. Мне просто необходим отдых. Как мне пройти к ласточкиному гнезду? Идите по указателям, не ошибетесь. Правда, ласточкино гнездо, насколько я знаю, уже давно не принимает гостей. Ой, хватит нагнетать. Просто вы все завидуете, потому что мне дали путевку на шару, а вам нет. Вы не понимаете. Я вам честно говорю там. Помогите. А что у вас в чемодане кричит? Никто не кричит. Тебе показалось. У меня со слухом все в порядке. У вас там человек? Будешь много вопросов задавать. Пожалеешь. Ты еще не знаешь, с кем связался. Ну, тогда счастливо оставаться. Чокнутая старуха какая-то. Что за дела? Это и есть ласточкино гнездо? Да, этот дом еще большая развалюха, чем тот, в котором я живу. Вот что значит поговорка. Дешевая рыбка, дешевая рыбка плохая юшка. Бабушка, я в туалет хочу. Потерпи. Уже приехали. Скоро сходишь. Только без моей команды не вздумай вылезать. А то накажу. Никто не должен увидеть тебя. Я не собираюсь еще и за тебя доплачивать. Тем более за такой дом отдыха. Это уже и не дешево совсем. А скорее наоборот. Здравствуйте. Добро пожаловать в дом отдыха, ласточкино гнездо. Как доехали, мадам? Нормально. Ты лучше мне скажи, почему ваш дом отдыха такой старый? Он вот-вот развалится. Ремонта требует, а вы сюда людей приглашаете. Еще и денег требуете, бешеных. Если бы я так не устала с дороги, то ноги бы моей тут не было. Простите, мадам, за неудобства. Наш дом отдыха все полученные средства отдает бедным сироткам, у которых нет ни папы, ни мамы. Им совсем нечего кушать. К сожалению, на ремонт ничего не остается. Но вы делаете благородное дело. Отдыхая у нас, помогаете одиноким детишкам. Ладно, поживу у вас пару дней, так и быть. Но зачем было обманывать? На приглашении был нарисован океан и пальмы, а тут ничего этого нет. Сами понимаете, реклама. Но у нас есть влажные салфетки с запахом океана и жвачка со вкусом тропических фруктов. Если пожелаете. А почему тут такая тишина? Мы что, тут одни? Пока, да. Вы первый посетитель. Но не волнуйтесь, скоро прибудут и остальные постояльцы. Апчхи! Кто чихнул? Я чихнула. Вообще-то нужно сказать, будьте здоровы. Будьте здоровы? Спасибо. Но я видел, что вы стояли с закрытым ртом. Определенно чихнул кто-то другой. Вам, наверное, показалось. Вот ключи от вашего номера, мадам. Вверх по лестнице и по коридору. Располагайтесь и отдыхайте. А денежку заплатите, пожалуйста, за номер. Это просто грабеж. Мадам, ну что вы, это все ради сироток. Ах да. Ладно, вот, держи. Могу, кстати, предложить номер подороже. А в чем разница? Там есть мышеловка. Нет, спасибо, как-нибудь без мышеловки обойдусь. Положу денежки в сейф. Скоро сиротки получат все сполна. Пойду спать. Разбудите меня завтра в пять утра. Хорошо, мадам. Только предупредите меня в полпятого, чтобы я чего доброго не проспал. Да как я... Да оно вас. Мне кажется, эта дама решила меня обмануть. И привезла в чемодане... Неучтенного постояльца. Нужно проверить. Ну и дыра. Мы уже возле туалета. Я в туалет хочу. Погоди. Сейчас там будем. Вот мой номер. Вылазь и иди в свой туалет. А я пока прилягу. Отдохну. Уже отдыхает. Хорошо. В чемодане никого нет. Ладно. Наверное, мне действительно показалось. Бабушка, в туалете вода только горячая. Ты уже спишь? А мне места нет, где прилечь. Ладно. Придется опять в чемодан лезть. Там хоть тепло, в отличие от этого номера. Да что же у вас за дом отдыха такой? Я сюда приехал отдохнуть. Они мучатся. Кто это там в коридоре шумит? Мне мешает спать свет в комнате. И вода в ванной журчит постоянно. Как это выключить? У нас отель типа все включено. Все включено, говорите? Да у меня в номере холодной воды нет. Ну, ждите. Чего ждать-то? Пока горячая остынет. Кажется, ночью приехали новые постояльцы. Что у вас за дом отдыха? Я просыпаюсь среди ночи от шума и вижу, что две мыши дерутся посреди комнаты. А вы что хотели? Чтобы мы вам за те деньги бойбыков в номере демонстрировали? Вы же сами отказались брать номер с мышеловками. Дайте мне жалобную книгу. Я напишу туда всю правду о вашем отеле. И что же вы напишете? Что очень холодно. Я спала в шапке. Одеяла нет. Белье рванное. Туалетная бумага не новая. У меня нет жалобной книги. Безобразие. Ужас какой-то. Жесть. Просто жесть. Беспредел. Вообще офигели. Я на них в суд подам. Уважаемые отдыхающие, успокойтесь, пожалуйста. Скоро утро и все ваши страдания закончатся. А утром я вас приглашаю на завтрак. В столовую на первом этаже. Завтрак. Ну ладно. Только ради завтрака. Уж больно кушать хочется. Ну вот и утро, наконец. Сиди, Балди, в номере. Не вылазь. Я принесу тебе остатки завтрака сюда. Опять толпа недовольных. Скажите, его убили? Это убийство. Что тут происходит? Кажется, директора убили в номере, пока он спал. Дамы и господа. Прошу вас соблюдать спокойствие. Скоро прибудет доктор и поставит диагноз. Этот человек жив, но он находится в глубокой коме. Кстати, я обнаружил на нем записку. Ты заслужил это за то, что издевался над детьми в школе и ставил над ними эксперименты. Придет время, и я разберусь с остальными. Но ведь в отель никто из чужаков не приходил. Значит, тот, кто это сделал, находится среди постояльцев. Это не я, не я, точно не я. Я вообще спала. А я в туалете был. Но кто, кто это сделал? Предлагаю разрядить обстановку и пойти в столовую на завтрак. А злодей... Будет наказан. Это я вам обещаю. Бабка, давай быстрее шевели поршнями. Что за неуважительный тон? Сдается мне, голубчик, что ты и есть тот самый вредитель, который отправил директора в кому. Уж кто бы говорил. Люди на отдых приехали, а она тут с дубиной расхаживает. А это я на всякий случай. Как только найду того, кто мне мешает тут отдыхать, так ему сразу не поздоровится. Проходите, пожалуйста, в столовую. Сейчас будем подавать блинчики со сметаной. Пропустите. Самый голодный, что ли? Да, маму ступать нужно. Посмотрите, какой я большой. Чтобы прокормить такую тушку, нужно много есть. И часто. Я очень проголодался. Так что пропустите или дам глаз. Грубиян. Приятного аппетита. Ой. Что со мной? Помираю. Отравили? Да что же в этом отеле творится? Так ему и надо, сам виноват. Живот крутит. Уважаемый, туалет на первом этаже. Под лестницей. Поторопитесь, может успеете. Вы нас отравой решили накормить. Уважаемые гости, успокойтесь. Никто вас не собирался травить. Блинчики вполне съедобны. Я сейчас вам докажу и съем один. Просто это, скорее всего, сметанка была не свежая. Как говорится, первый блинком. Но сейчас я открою новую баночку сметаны. И вы сможете с аппетитом позавтракать. Да какой после этого аппетит? Нет. Я лучше на диете посижу, чем так рисковать. И у меня что-то аппетит пропал. После таких блинчиков. Вы слышали? Крик в туалете. Ничего удивительного. Человеку плохо. Блинчиков поел. Нет. Там, наверное, что-то произошло. Так не кричат, когда живот болит. Пусть дворецкий идет и проверяет. Он все-таки мужчина. У меня печальные новости, дамы. Он выпал из туалета. Как это выпал? Провалился в дырку. Так достаньте его. Подумаешь, немного запачкался. Вы не понимаете. Дом деревянный. Туалет тоже. Кто-то подпилил доски. И он провалился. Прямо в море с огромной высоты. Возможно, его тело уже доедает акулы. Мне кажется, кто-то решил меня подставить таким образом. Ведь это я ему посоветовал пойти в туалет на первом этаже. К тому же я нашел там записку. Читайте. Ты очень плохой человек. И заслуживаешь гореть в аду. Но придется тебе для начала поплавать с акулами. Вот кто же это мог сделать? Дамы, мне уже становится не по себе. От того, что я пригласил в наш дом отдыха сумасшедшего психа. Который покушается на жизнь постояльцев. Ну-ка, признавайтесь. Кто из вас это сделал? Ведь больше некому. Нас в этом отеле всего четверо осталось. Может, пока я накладывал следующую порцию блинчиков, кто-то из вас побежал в туалет и сделал это? Ну что за чушь вы несете? За такое короткое время этого никто не мог сделать. Ладно, я позже проведу расследование. А пока предлагаю вам пройти в сауну. Там можно попариться и покупаться в бассейне. Неплохо бы после такого стресса расслабиться. Прошу вас, дамы, проходите. Полотенца чистые при входе. С легким паром вас, как говорится. Вызывайте доктора, быстро. Что случилось? Монашка плавала в бассейне. Обвалилась полка, на которой стоял разогреватель воздуха для сауны. И ее ударило током. Она живая, но без сознания, кажется. А записка была? Записка вот. А вот и не стоило мучить бедных сироток. Так тебе и надо, мокрая курица. Покушается, так еще и обзывается. Нужно сейчас же провести расследование. Проводите. Но я ухожу, пока не поздно. И я тоже. Но куда вы, дамы? Ведь я не смогу без вас восстановить полную картину происходящего. Мне еще нужно вас допросить. Разбирайтесь сами. А мне моя жизнь дорога. Балди, залазь в чемодан. Мы уходим. В этом доме отдыха происходит какая-то чертовщина. Кто-то покушается на жизнь постояльцев. Мы больше не можем тут находиться. Думаете, это сделал дворецкий? Все может быть. Круг сужается. Нас осталось трое. Я не удивлюсь, если виновником окажетесь вы. Но я же вам спинку натирала мочалкой. В то время, когда монашка купалась. Возможно, вы специально предложили мне натереть спину, чтобы создать себе алиби. Все это, скорее всего, было подстроено заранее. Так что держитесь от меня на расстоянии. На всякий случай. То же самое я могу сказать и о вас. Куда же мы пойдем? Катер на этот остров приплывает раз в неделю. Когда мы приплыли сюда, капитан сказал, что у него неполадки с мотором. И он будет его ремонтировать. Возможно, он еще тут. Эй, капитан! Отчаливаем с этого острова. И поживее! Что вы тут раскомандовались? Я не могу плыть, пока не починю мотор. Вот завтра к утру, скорее всего, и закончу его ремонтировать. А я ведь вам сразу предлагал вернуться назад. А где же мы будем ночевать? Кроме отеля больше негде. У доктора уже заняты две последние койки. Там лежат те двое мужчин, которых я вчера сюда привез. Говорят, один в коме, и второй без сознания. Его нашли недавно, на берегу. Ну не можем же мы ночевать тут на камнях. Мы же девочки. Значит, придется вернуться в отель. И быть предельно осторожными. Вы остерегайтесь эту бабулю. Она сумасшедшая. Мне дубиной угрожало, когда я ее привез. Идите на расстояние от меня. Я вас подозреваю. Подумаешь? Может, я тоже подозреваю? Вы все-таки вернулись. Я так и знал. Ведь с острова невозможно уплыть без катера. Капитан сейчас на пристани. Ремонтирует катер. И завтра к обеду готов отплыть. Мы только переночевать хотим. Скажите, у вас есть номер на первом этаже, чтобы я могла переночевать подальше от ее номера? Да, есть. Прямо возле моей комнаты. Там вы будете под надежной охраной, мадам. Балди, в этом отеле небезопасно. Так что лучше не высовывайся из чемодана. А то и до тебя доберутся. Я уже привык сидеть в чемодане. Кстати, я тут подумал, может мне акробатом стать, когда вырасту. Не мили чепуху. Спи давай. Рано утром уезжаем отсюда. Кто там ходит так громко и разговаривает? Кажется, шум доносится с первого этажа. Что тут происходит, доктор? Вот, забираю пациентку. Отравилась сегодня ночью снотворным. Видно, кто-то ей подкинул стакан лишних таблеток. Сейчас буду ей промывать желудок. А вас разве не предупредил дворецкий? Он пошел к вам в номер. Балди. Куда же она делась? Хотел старуху пригласить на массаж и там устроить ей очередной несчастный случай. Как я это сделал со всеми остальными постояльцами. А она куда-то смылась. Ну ничего, ее чемодан тут. Она все равно за ним вернется. Когда я завершу свою месть, справедливость восторжествует. Все злодеи, которые мучили детей, будут наказаны. Что тут происходит? Мадам, не хотите ли массаж спины? Я очень хороший массажист. Бабушка, не ходи к нему на массаж. Он хочет навредить тебе. Я все слышал. Неучтенный постоялец. Сейчас я тебе буду делать массаж спины. Вот этой дубинкой. Иди сюда. Не догоните, я быстрый. Куда ты денешься? Дальше острова все равно не уйдешь. Все деньги забрал. Вот прохиндей. Что это? Его усы? И записка. Уважаемая полиция, прошу вас не искать меня. Ведь я вершил правосудие, которого заслужили эти злодеи. За то, что мучили детишек. И заметьте, я их не убивал. Все они живы и лежат в больнице у местного врача. Так что передаю их вам в руки. С уважением, неуловимый мститель. Ах ты ж. Нужно бежать к лодке на пристань. Стойте! Не уплывайте! Я хочу намять бока этому мерзавцу! Я же говорил вам, что она гонится за мной с дубиной. Сумасшедшая старуха. Согласен. Ничего. Сейчас вас вывезу в город. И оттуда вернусь сюда с полицией. Пусть они разбираются с ней. Бабушка, а как же мы теперь попадем домой? Если катер уплыл. А зачем нам домой? У нас теперь весь дом отдыха в распоряжении. Идем отдыхать, внучок. Хорпик ждет, хорпик ждет, чтобы ты подписался. Лайк поставил, память доставил. Хорпик ждет, хорпик ждет. Давай не ленись, подпишись. Хорпик ждет, хорпик ждет. Да. Yes. О да, детка. Да. Да. Да.